Добрый день! Сегодня 13 сентября 2021 год. И сегодня рассадники выпробований гибридов кукурузы. Институт зерновых культур НАНАН Украины. Просто народе институт кукурузы. Ну не просто так институт кукурузы, то что гибридов у института, дай Боже. И начиная цей полигон, ранние гибриды, как всегда, гибрид НУР. ФАО указано 160 уже, самый ранний гибрид. ФАО 160. Я на цей гибрид уже дивлюсь несколько год. Отличный, он ранний, он рано созревает. А сейчас мы его побачим. Все, качанчики, ось может давать спокойненько два качана. Два качана цены погано, но иногда тогда влага будет затягивать, урожая больше. И ось, что мы маем. Ось такие качанчики, чётенькие, длинные. Стержень там невеличкий. Ламать не буду, потому что все хотят поделиться. Ось его качан. Высота в него, я не скажу, что он очень высокий, но опять же, это зона Дніпропетровская. То есть Дніпропетровская область. И если у нас и были в этом году осадки, то температура у нас была не нижчая, чем всегда. То есть, у нас такая маленькая саранча, видно, да? Вредит, потрошку вредит. И бачим, листя в него высохли. Ось, листя сухие. Кукурузка сухая. Ось, вот такой качанчик, красавец. Такий здоровый. Бачим, может ещё дорости. Ось, он может дорости. Тобто, один початок, другого немае. Він, майже, на 90% даёт один початок. Один красивый початок. Тобто, и вы можете видеть однородность зерна. Ну, тут трошки он получился меньше. Ось, заходим вглубь. Ось, он так даёт. Ось, чётко. Тут они нередко. Ось, вот такие початки. Ось, видимо, кто, что полностью созрел невеличкий. Но он всё, опустился. Всё. Качан уже внизу. Стрижень у него невеличкий. Тоненький. Зерно быстро высыхает. Тобто, это самый ранний гибрид на сегодняшний день. И он обеспечивает вам ранню, гарную вологовидачу и ранню уборку. И если брать, то с него надо начинать. Тобто, цей гибрид можно посеять. Но я бы его сияв. Это кукуруза. Сорица полей. Вона трошки капризна до сроков посеву. Тобто, и нурбе я сияв раньше. Если вы посеете раньше, то вы получите очень рано и начнете уборку. Саме с этого гибрида. И ещё раз наголошу, что в господарстве должно быть несколько гибридов разных фау. И тогда мы можем и уборку начать, и один гибрид раньше может меньше. А может, как я на этот гибрид смотрю, то потенциал у него, дай Боже, тут потенциал 12,5 тонн, если я не ошибаюсь. Не зважаючи на то, что фау у него больше 160. Ось вот. Ось вот, трошки лучше. Дивимся, да? Тут больше у него сонца. И вот такой он может быть. Чтобы он такой был, чтобы это было при густоте 70 тысяч, нужно давать добриво, нужно давать микродобриво, нужно попередник. И нужно, нужно хорошо обработать грунт. То есть обработать грунт, дать посеять все, что мы можем, мы должны дать. А то уже будет погода, не будет, то уже зависит от Бога, все в его руках. Но мы должны работать, мы должны сделать это. Мы должны посеять в гарненько, посеять в гарную почву. И тогда мы можем получить вот такой вот нур, который может дать на уровне 10-12 тонн урожая. Ось он внутрь, как заходят. Люблю, что мне не понравится. Не нарадуюсь его начальниками. Ось он. Я думаю, если я попаду, то у нас в виробничных условиях тоже доследи. Там гибрид посеянный десь на площади 8-10 гектаров на Сумщине. И уже то, что я вижу, он непогано себе, очень непогано себе почувает. Это ранний гибрид. Хорошая вологовиддача. И те регионы, которые боятся, что могут получить зерно с подвищенной вологой, это просто находка. Находка для виробничника. Дякую. Судьте добро. Судьте, вітчизняные гибриды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok